Добрый фей Мы выигрывали нашего героя, просто сидя в скверике, в парке, читающие, не знаю, что-нибудь, потому что, естественно, сейчас никакая информация не будет усваиваться. Очень простой розыгрыш, тем не менее, как всегда, самый сложный, потому что сейчас вот там, видите эту коробочку, я должна открыть наша маленькая Настенька, выполнить все задания, которые мы для нее приготовили и, о чудо, столкнуться с тем, что мечта сбудется. Они уже вышли из метро, идут с мамой. Мы себе спокойно почитываем, готовимся к тому, чтобы оповестить наше чудо-гимнастику. Гимнастикой Настя занимается с пяти лет. За три года малышка научилась не только делать сальто на одной руке, но и по-настоящему мечтать. За этот час она взяла участие в соревнованиях, которые проходили в школе, и стала призеркой этих соревнований, получила кубок «Золотая Ника», что, естественно, было очень приятно. Конечно, улюблена гимнастка Настеньки – это Анна Бессонова. Она, ну, смотрит ее выступы, она говорит, мама, я тоже так буду, я тоже так буду выступать. Она мряет встретиться с Анной Бессоновой и выступить с ней на великой сцене. Анна Бессонова вдохновляет Настю и помогает ей идти к собственным, пока еще небольшим, но уже взрослым победам. А после одного случая Настенька вообще потеряла покой. Ну-ка, мама, расскажи. Таня Гораза, когда мы были на соревнованиях с художной гимнастикой, которые проходили в травмах, выступала Анна Бессонова, и в конце у нее был танец с мячем, и в конце она свой мячик кинула в зал. Этот мячик поймали две девочки, которые немного сперечались, кому будет, и Настя надзвичайно засмутилась, почему мячик Анны Бессоновой не попал в мою, и очень хотелось, чтобы она была на месте этих девочек, которые поймали мяч. Ну что ж, Настя, сейчас тебя ожидает приключение намного покруче, чем мячика Анны Бессоновой. Чтобы найти наш сюрприз, Насте предстоит немного побродить по парку. Маршрут ее путешествия мы прокладываем вот таким вот нехитрым способом. Девочка все-таки может гулять по стрелочкам. Главное, чтобы не увели нашу коробочку. Вот будет смех. Ой, тетенька, иди, иди, тетенька. Тетенька. Надеюсь, это не Настя. Тетенька. Ну, наконец-то, вот и Настенька. С мамой, конечно же. С мамой мы все обсудили, поэтому она должна ребенку помогать. Я вижу ее через зеркало здесь. Через зеркальный экран. Мама молодец, помогает. Давай, 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 давай. Взяла за ручку, молодец. Пошла по стрелочкам. Не бойся, малыш. Ты же рядом с мамой. Чего ты? В белом, красивые. Растерялась. Если бы каждый герой знал, что его ждет в итоге, он, наверное, переживал бы еще больше. Мама рядом, все хорошо. Пошли по стрелочкам. Женечка, давай, мой друг. Проделывай операцию по подмене содержимого коробки. Вот так. Бегом, 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 Женечка. Если Женя сейчас не успеет отбежать от коробки, мы феично провалим сюрприз для девочки. Бегом. А кладет Женя в коробочку черепашку. Почему черепашку? Это связано с еще одним сюрпризом для Насти. А пока мама с дочкой восьмой раз обходят сквер, мы все успели. Фух. И снова коробочка. Пора. Настенька, здравствуй. Я Маша Ефросинина. Привет. Какую программу я веду? Мечты сбываются. Мы знаем про твою мечту все. Мы знаем, как ты любишь гимнастику и как ты любишь Аню Бессонову. Мы договорились с ней, и ты с ней выступишь у нас на шоу за своим номером гимнастики. Я раньше никогда камер не видела. А что надо для этого делать? Нужно учительно любить гимнастику. Больше ничего. И все свое свободное время отдавать гимнастике своему любимому делу. Это будет достаточно, чтобы стать чемпионкой мира. Давай, теперь ты мне покажешь, что ты умеешь. Мечты сбываются. Молодец. Удобно заниматься такой красивой одеждой? Нет, конечно. Я сегодня пришла просто красивая к тебе навстречу. Специально нарядилась и пришла к тебе. Когда я тренируюсь, я примерно выгляжу вот так. Обязательно на тренировку должна быть одежда удобная, чтобы тебе ничего не мешало тренироваться, ничего не отвлекалось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok